Сфера дополнительного образования в Иванове продолжает расширяться. В столице региона появится первый центр цифрового образования IT-куб. Новые учебные классы, рассчитанные на 400 детей, откроют на площадке новации. Субсидию на закупку оборудования предоставит федеральный бюджет. Муниципальная и региональная казна профинансируют ремонт. Целый третий этаж будет посвящен именно IT-творчеству. Они будут несколько дублироваться и продолжаться с IT-квантумом, но мы считаем, что там будет создана база, которая будет способна трансформироваться. То есть, если, допустим, через три года будет какое-то новое веяние, то оборудование поможет нам перестроиться очень быстро. В планах обустроить на третьем этаже новации шесть новых кабинетов. С детьми будут заниматься по нескольким профилям. В их числе изучение языка программирования Python, разработка мобильных приложений, системное администрирование, дополненная виртуальная реальность, а также использование больших данных Big Data. Ребята будут учить создавать сервер, открывать этот сервер, вести его. Это необходимо для того, чтобы даже дома систему умного дома построить и настроить роутеры и все оборудование. Потому что сейчас дома и та техника, которая покупается родителями и ребятами в дома, она настолько совершенна, что их можно соединить, подключить и сделать так, чтобы они взаимодействовали друг с дружкой. Учебная программа в IT-кубе на первый год будет построена таким образом, что заниматься смогут даже дети без базовых знаний по выбранному направлению. Впрочем, курсы пойдут на пользу и тем, кто уже окунулся в техническое творчество. Никита уже год занимается в Кванториуме. Юношу интересует разработка видеоигр. Уже сейчас парень создает авторский хоррор. Сам программирует, создает дизайн и продумывает сюжет. Сейчас я это делаю в одиночку, но со следующего года, думаю, в команду наберется еще несколько лет, потому что жанр хоррор особенный. Инди-хоррор сейчас распространен. И думаю, я найду единомышленников, которые помогут мне в создании игры. Открытие IT-куба намечено на сентябрь следующего года. Грядущим летом предстоит сделать косметический ремонт, обновить коммуникации и завести оборудование. Финансирование проекта в общей сложности составит от 12 до 15 миллионов рублей.